Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире проект «Союз Онлайн» в студии Марина Гранкина. Наша история – это опыт поколений, наш культурный код, то, что нас сплачивает. Надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее. Эти слова принадлежат Белинскому, но какой бы неоднозначной ни была личность самого Виссариона Григорьевича, тут с ним нельзя не согласиться. История дает нам возможность не наступать на те же грабли, пользоваться мудростью предков. Без знания истории невозможен патриотизм. И сейчас люди проявляют живой интерес к своим истокам. Например, с большой любовью по всей стране был принят проект «Россия – моя история». А фестиваль «Царские дни» в Екатеринбурге собирает десятки тысяч паломников. К сожалению, убийство царской семьи – тоже одна из страниц нашей истории. Но подвиг царственных страстотерпцев записан золотыми буквами. К этой теме еще вернемся. А сейчас о выставке, которая также связана с историей России. На экспозиции «Хранители времени. Реставрация» в музеях Московского Кремля сейчас находится наша съемочная группа. Моя коллега Елена Чач побеседовала с одним из организаторов выставки. Икона Бориса и Глеба в реставрации уже более четырех лет. Реставрирует ее сотрудник нашего сектора Наталья Лепокина. Художник-реставратор второй категории. Эта икона замечательна тем, что по всем технологическим признакам доска, на которой она написана, она датируется ранним периодом, до монгольским временем. То есть можно сказать, что основа датируется XII веком. Но за время, проведенное в процессе реставрации, не было пока выявлено этого раннего слоя. На иконе многочисленные ранние пробы, которые выполнялись в XX веке другим реставраторам, в поисках ранней живописи, но, к сожалению, пока этой живописи не обнаружили. Сейчас реставрация, которая проводится, она идет по другому пути. Мы раскрываем икону послойным, слой за слоем. Сначала на первом этапе были выполнены пробные раскрытия послойные, и на иконе выявлен самый ранний слой живописи, это вторая половина XVII века. Этот живописный слой имеет довольно хорошую сохранность. Поверх него лежит живопись, уже поздняя нанесенная в XVIII веке, и уже самый последний живописный слой, который виден на большей части на раскрытой поверхности, он датируется XIX веком, и выполнен он предположительно к коронации последнего нашего императора Николая II в конце XIX века. В правой части иконы на изображении святого Глеба было удалено потемневшее покрытие, и то, что мы видим на раскрытой поверхности, это слой живописи XIX века. В пробах мы можем видеть все остальные слои, которые я только что перечислила. Икона имеет сложную сохранность в силу того, что доска древнейшая. Мы, конечно, не теряем надежды найти на ней какие-то фрагменты, возможно, живописи XII века, но пока этот вопрос еще открыт, и мы продолжаем реставрацию по раскрытию пока поздней живописи. Дальше будет живопись раскрываться на остальной поверхности от потемневшего покрытия до XIX века. Затем, возможно, по решению реставрационного совета мы уже будем удалять этот слой, раскрывая уже более ранний слой. И, возможно, постепенно мы доберемся до самого раннего выявленного слоя. Он датируется концом XVII века. Работа очень долгая, и еще не один год будет продолжаться. А сколько вообще обычно идут работы вот над такой иконой? Сколько лет? Это очень тяжело предсказать, но иногда работа делается десятилетия. Десятилетия, и это кропотливый труд, вся работа идет под пинокулярным микроскопом с особой тщательностью, и в день ты иногда делаешь несколько квадратных сантиметров местовая. И много таких икон, где сложная долгая реставрация? У нас много, потому что наши памятники, они очень часто поновлялись и имеют часто довольно сложную сохранность, и эти все слои поздние приходится удалять послойно. Мы не раскрываем памятники, удаляем все сразу. Елена Александровна, а вот можно, может быть, несколько слов об истории этой иконы? Из какого она храма, если известно? Конечно, если здесь икона, основа датируется, до монгольского времени, конечно, она написана была в каком-то другом месте. Мы, к сожалению, не видим раннего первоначального своей живописи, мы не можем о нем судить, мы можем только предполагать. То, что сейчас самый ранний выявленный сло 17 века, это живопись в стиле оружейной палаты, то есть это выполнено уже в Москве, уже во время пребывания иконы здесь. Икона происходит из Успенского собора, но откуда она попала в Успенский собор, пока неизвестно, ну, предполагается, что, возможно, из Новгорода, может быть, с Киева тяжело сказать. Сейчас на этом этапе исследования работы сказать невозможно. Много вообще здесь на выставке икон, которые были связаны с какой-то сложной, долгой реставрацией? Да, мы старались представить памятники, которые интересны именно не только как со своей живописной, мастерски выполненной, мы старались представить памятники, которые имеют какую-то изюминку в реставрации, который именно сам процесс реставрации был какой-то интересный, неординарный, требовал принятия каких-то решений. А можно, может быть, просто хотя бы перечислить вот эти памятники и вообще то, на что следует обратить посетителям этой выставки особое внимание, когда они подойдут к иконам? Конечно, это прежде всего работы, выполненные нашим ведущим реставратором Ларисой Славной Гущиной, которая более 40 лет работает в музее, художник-реставратор высшей категории. На выставке представлены две ее работы, это София «Премудрость Божия» и икона Богоматери с младенцем из церкви Резоположения. Обе работы интереснейшие, София «Премудрость» икона Софии датируется с XV веком, а в процессе реставрации второй иконы Богоматери с младенцем было подтверждено авторство Назария Эстония. То есть икона интересная и работа интересная, все это можно увидеть на информационных экранах. Я так понимаю, что в музее Московского Кремля, наверное, постоянно идет реставрация икон, которые и в соборах как-то периодически тоже, да? То есть это, наверное, непрерывный процесс. Да, у нас как бы многоплановая такая работа. Мы работаем в мастерских и делаем одновременно несколько работ. Часть из них сложная, часть как бы быстрее делается, более легкая. Мы ходим регулярно с осмотрами, контролируем сохранность живописных произведений в хранении, в соборах. И кроме этого у нас еще идут профилактические работы. Если что-то мы не можем в соборе, если там какие-то неполадки, мы забираем мастерскую и уже работаем с ними там. Спасибо большое, Елена Александровна. Спасибо. Спасибо. Это была Елена Александровна Юдина, художник-реставратор музеев Московского Кремля. Москвичей и гостей столицы приглашаем сходить на выставку в Кремле. А в Екатеринбурге с 12 по 21 июля пройдет фестиваль «Царские дни». Подробную программу вы найдете на сайте Екатеринбургской епархии и в нашем эфире. В частности, 14 июля в Культурно-просветительском центре «Царский» ожидается показ документального фильма «Долг благочестия», посвященного игумену Серафиму Кузнецову, который доставил мощи преподобно-мучениц Келесоветы и Варвары из Алапаевска в Иерусалим. Начало показа и творческой встречи с автором картины 14 июля в 17.30. Ну а главным событием царских дней остается божественная литургия в ночь с 16 на 17 июля и царский крестный ход от храма на Крови до монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Спасибо вам за внимание и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok